Главные новости дня на канале ИТОН ТВ. Израиль и мир. Чтобы не пропустить главные новости дня, отписывайтесь на наш канал. Сегодня 14 августа. Среда. И это главные новости дня на канале ИТОН ТВ. 7500 ракет, 44 убитых, в Израиле оценили ущерб, причиненный Хизбаллой. В результате действий армии обороны Израиля в Рафиахе ликвидированы более сотни боевиков. Блинкин отменил вылет на Ближний Восток из-за возможной иранской атаки по Израилю. Государственный департамент США дал зеленый свет на продажу Израилю вооружений на общую сумму около 20 миллиардов долларов. Дело против матери, которая якобы держала детей в клетках, закрыто за недостатком улик. Это главные новости дня на канале ИТОН ТВ. Ущерб от обстрелов Хизбаллы в последнее время достигает в Израиле нескольких миллиардов шекелей, и это еще до возможной большой войны. Вчера обнародован отчет о жертвах и ущербе в результате обстрела в северной части Израиля, начиная с 8 октября 2023 года, когда ливанская Хизбалла присоединилась к войне, начатой днем ранее Хамасом из Газы. С того дня из Ливана по Израилю выпущено более 7500 ракет разного рода, 6500 из которых проникли в воздушное пространство страны. Помимо них границу пересекли около 200 диверсионных дронов. 44 израильтянина погибли, 271 – ранен. По сообщениям Хизбаллы число ликвидированных за этот же период террористов на территории Ливана превысило 400 человек. Сахал считает эту оценку заниженной. В результате действий армии обороны Израиля в Рафиехе ликвидированы более сотни боевиков. Пресс-служба армии опубликовала оперативную видеозапись действий вооруженных сил бригады Гевати в районе Шабура в Рафиехе. На этом видео, снятом с оперативного беспилотника, показана ликвидация группы террористов, а также обнаружение оружия и боеприпасов, уничтожение террористических туннелей и туннельных шахт. В ходе перестрелки с группой боевиков, забаррикадировавшихся в квартире в самом сердце жилого района, террористы были уничтожены. Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил вылет на Ближний Восток из-за неопределенности с иранской атакой по Израилю. Об этом вчера сообщили израильские СМИ. Госсекретарь США планировал посетить Катар, Египет и Израиль, чтобы обсудить переговоры по сделке с Хамасом. Блинкен ждет ответа Ирана, а затем решить, отправляться ли на Ближний Восток. Это связано с опасениями, что США будут вынуждены ответить Ирану, если Тегеран атакует Израиль в тот момент, когда Блинкен будет находиться здесь с визитом. Государственный департамент США дал зеленый свет на продажу Израиля вооружений на общую сумму около 20 миллиардов долларов. Подавляющую часть этой суммы занимает сделка на покупку 50 новых многоцелевых истребителей F-15A и на комплекты для модернизации уже имеющихся у Израиля 25 многоцелевых истребителей F-15A. Также в списке большое количество самого современного оружия боевых и электронных систем, боеприпасов для танков, минометных снарядов и многое другое. Предполагаемая общая стоимость вооружений составляет около 20 миллиардов долларов. Поставки, как ожидается, начнутся в 2029 году. Основным подрядчиком будет корпорация Boeing. Прокуратура закрыла дело, возбужденное против 34-летней жительницы Бенемины, которая подозревалась в жестоком обращении с детьми. Женщина была задержана по подозрению в том, что якобы наказывала своих детей за плохое поведение, сажая их в установленные в доме клетки. В ходе обыска в доме, где проживала подозреваемая с мужем и тремя детьми были обнаружены несколько клеток, в которых согласно подозрениям женщина часто запирала своих детей. Полиция подозревала женщину в лишении свободы, пренебрежении родительскими обязанностями и издевательствах над детьми. На допросе женщина сообщила, что работает дрессировщицей собак, поэтому держит дома клетки. И дети играя иногда могут в них залезть. Полиция не нашла улик, подтверждающих подозрения, и в итоге прокуратура закрыла дело за недостатком улик. И о погоде В среду 14 августа ожидается переменная облачность с прояснениями. Температура будет немного выше, чем характерна для сезона в основном в горных и внутренних районах страны. В большинстве регионов страны очень жарко, вплоть до экстремальной жары. На прибрежной равнине повышенная влажность. Ночью переменная облачность с прояснениями. Температура воздуха в Иерусалиме – 22-31 градус, в Тель-Авиве – 26-31, в Хайфе – 25-30, в Эйлате – 30-41 градус выше нуля. В четверг 15 августа существенных изменений погоды не ожидается. В пятницу и субботу 16-17 августа температура немного опустится, в основном в горных и внутренних районах страны, но по-прежнему в большинстве регионов страны будет очень жарко, вплоть до экстремальной жары. На прибрежной равнине повышенная влажность. Смотрите и слушайте новости на канале ИТОН ТВ. Израиль и мир Чтобы не пропустить главные новости дня, отписывайтесь на наш канал.